На А4 лучшие идеи, пожалуйста, и таким образом вы создаете лестницу рекомендаций. У нас идет критерий, только критерию, зачитайте. Все применяют свойства степени при упрощении выражений. Поставные числа, на которые отведено два часа, мы взяли второй урок. Цель обучения – знать и определение простого и составного числа. Уровни навыков мышления – это знание, понимание, применение. Критерий оценивания к нашему заданию определяет простые числа, определяет составные числа и определяет делительность составного числа. Это низший уровень знания и понимания. Если мы определили, мы дальше уже критерии, исходя из чего? Из уровня мыслительных навыков. Ага, уровень самый низший, значит, соответственно, критерии у меня какие? Определяет, они совершенно верно составили. Определяет простые числа, определяет составные числа. Вот по ним они будут. И к нему составили вот это задание, да? Ряд чисел дают. Пожалуйста, вы их будете больше, больше, больше. Больше. Коллеги, послушайте внимательно. Другого. Так, я взяла, мы взяли тему процент. Это на первом уроке из двух, только когда начало темы идет. Самое начало темы. Вот, значит, тема процент. Целей обучения тут несколько. Ну, в данном задании я использую цель 5.1.1.16, усвоить понятие процента. Все. Остальные цели я сейчас не проговариваю, хотя они есть на урок. Да. Хорошо. Это к заданию цель будет взять? Это к конкретному заданию. Так, значит, уровень обучения, знания и понимания. Первый урок. Так, критерий оценивания один. Находит один процент от чисел и величин. Определяет формулу. Вы должны измерить, знает он эту формулу разности квадрата или не знает. А там достаточно было чисто вот, да, по использованию. В принципе, задание, видите, вот там правильно все составило, потому что один критерий был. И правильно задание к нему составлено было. А значит, вам нужно было, вот от советов, чтобы спросить, немножко устных вопросов или письменно. Запишите формулу разности квадрата, запишите формулу квадрата суммы и так далее, да? Вот здесь, да, да?